Всем добрый день! Как у вас дела? Добрый день! Я сегодня опять в студии у Тани. Напомню, что Таня, она профессиональный визажист, и она мне сегодня поможет, научит, как правильно краситься с моими продуктами. Это только моя косметика, ничего из ее арсенала здесь не будет. Я обычный человек, краситься я могу. И сегодня мне Таня покажет, как правильно это делать. Да, с того, что мы подобрали тоже Таня, с того, что мы что-то докупили, что у нее не было. И мы решили сегодня только... Оказалось, что у меня много чего не было. И мы решили сделать только как будто дневной макияж, чуть-чуть переходящий в вечерний. В конце мы просто показали. Вот этот макияж сегодня Таня будет мне показывать, как можно правильно его делать. Добро пожаловать! Значит, сейчас мы будем применять все, что Таня принесла, все, что она посчитала нужным для ее дневного макияжа. Как бы это не все, что у тебя есть, конечно. Ну, естественно, нет. Тем более после нашей последней прогулки по магазинам. Да, мы... Набирали там. Да, мы, значит, ходили тоже, да, выбирали Таню и в Наташи Деноне, и в Диоре. Очень много всего купили. Кстати, я хотела сказать, что эта прогулка сэкономила мне огромную сумму денег, потому что когда мы ходили по косметическим магазинам, Таня на мне пробовала какие-то... Подбирали тона, подбирали цвета, подбирали цвета теней, которые больше подходят. Подбирали конкретно, что брать, а что не брать. А, как правило, если такой человек обычный, простой, приходит в магазин, то на него налетают консультанты и наконсультируют на какую-то сумму денег. И, как обычно, впихивая то, что не надо даже человеку, или, допустим, может, не надо, но он даже не знает, как это использовать на себе или как этим пользоваться. Вот поэтому я ей сказала, что Таня мне в тот день сэкономила большую сумму денег, потому что она мне сказала точечно, что покупать, а что не покупать. Я, кстати, делаю такие услуги, то есть у меня есть, предоставляю консультацию по покупке косметики, то есть по выбору покупки. Если кому интересно, да. Можете обращаться к Тане. Да, потому что действительно очень сложно что-то подобрать, что-то выбрать, когда особенно много ферм, много марок и еще куча этих консультантов, так это вообще... Значит, начнем с макияжа. Я буду делать вот эту сторону, как бы показывать, как правильно, как нужно. Таня будет сама, у нас тут есть зеркало, будет сама смотреть и делать вторую сторону, так? Значит, базу мы не используем, Таня не пользуется базой, то есть она использует просто дневной крем, как бы увлажняющий дневной крем. Это тоже можно, то есть если кожа нормальная, не особо большие поры, не жирные, можно пользоваться просто дневным кремом вместо базы. То есть это она уже использовала. Будем использовать сейчас такой тональный крем, который мы купили в Наташи Деноне, который подходит больше для возрастной или сухой кожи. Он идет со цвета... Кстати, я в шоке от этого крема, он мне невероятно понравился. Да, очень хороший крем. Он создает такую пленку... Да, но не всем подходит, потому что он подходит больше для сухой или возрастной кожи. Или же, если кожа комбинированная, его можно чуть-чуть добавлять в какой-то матовый плотный крем, и он как бы его что-то как бы разбавляет. Таня, тут есть несколько кисточек, сравнительно с моими это несколько. Я наношу тональный крем, даже если себе и как бы кому-то хорошо на руку. Набираем и разносим, но разносим как бы не растягиваем, а чуть-чуть такими вбивающими движениями. Тогда оно полировывается в кожу, тональный крем и даже не нужно после этого использовать спонжик. Растягиваем обязательно чуть-чуть на уши, чуть-чуть, и на шею, чтобы у нас не было четкой границы между шеей и лицом. Так, теперь я пошла похлопывать. Давай, похлопывай. Как бы вбиваешь и чуть-чуть протягиваешь вниз. А, поняла. Не совсем просто на одном месте, а как бы чтобы оно и распределялось, и заодно вбивалось. И начинать всегда тональный крем лучше всего от центра к периферии. У нас есть такой у Тани консилер. Она умничка сама покупала. Это от Джорджи Армани. Такой он как консилер-корректор, камуфляж даже такой, он плотный. Вот он такой вот. Я просто набираю пальчиком. Вот. И там, где только проблема, я работаю вбивающими движениями. Вот как мы кисточкой делали, так мы делаем это. И обычно еще хорошо такие консилеры носить, где вот складка, где вот нос. Носогубная складка. Носогубная складка, да. Потому что здесь в основном, во-первых, глубоко, и здесь в основном тоже находятся все капиллярчики, покраснения. Тоже тональный крем как бы. Такие вещи не скрывает. Мы тоже вот сюда вот прям вовнутрь. Ну, у всех по-разному. У кого глубже, у кого нет. Мы тоже вот так вот вбиваем это все. Пожалуйста. Смотрите, как отличается сейчас эта сторона. Да, конечно, земля и небо. Просто как вбивающими движениями. Окей. Так. Дальше нам нужно скрыть круги под глаза. Мы сюда ничего не наносили, ни тональный крем, ничего. Сюда наносится консилер. Есть у нас консилер под глаза. Очень нравится. Здесь очень удобная кисточка, которой удобно наносить. Смотрите, какая тоненькая-тоненькая. Единственное консилер, в котором есть такая кисточка, между прочим. Везде спонжик. Есть два цвета. Для чего нам нужно два цвета? Посмотрите. Один цвет темный, чуть-чуть перчиковый. Второй цвет светлый. Вот вообще светлый-светлый. Отличаются эти цвета. Значит, что мы делаем? Вот этот, что перчиковый, мы наносим только на темные места. Убираем темные участки в глаза. В основном темное у нас, поверите сюда, темное у нас в основном вот этот уголочек, в котором в основном проходит вена. У кого она выглядит более зеленее, у кого она выглядит более синее. Консилер мы наносим вот сюда, прямо в уголочек, где вот это находится. И чуть-чуть продлеваем, где у нас темный участок. В принципе, больше его никуда нам носить не надо. Есть вот они такая кисточка для консилера. Пальчик. Она как пальчик. В принципе, это тоже можно делать пальчиком. Вбивать. Растягиваем, растягиваем в сторону сюда, к носу чуть-чуть и вниз. Как бы и остатками мы наносим, чтобы он не забивался в морщинки, остатки мы разносим просто вот под глаз, под весь глаз. Цепрый глазик. Чуть-чуть вот сюда. Вот, посмотри. Нету синяка. Что мы делаем с светлым консилером? Мы заполняем им все впадины, которые у нас есть. Здесь у нас есть чуть-чуть такая вот впадинка. И есть чуть-чуть морщинка возле глаз. Это все заполняется светлым консилером. Очень чуть-чуть. Очень удобная вот эта вот кисточка, потому что можно ей именно вот в проблемные места. Давай, смотри, даже только вот в морщинке я сделала. Вот. И тоже вбивающими движениями, уже мы не растягиваем его, мы его вбиваем прямо вот на месте. Все. Теперь я. В основном наносится сюда. Самая большая коррекция происходит там. Если там будет светло, все, это будет чистый, открытый взгляд. Да, вбиваешь. И потом уже растягиваешь вниз. Только не под глаз, больше вниз. Под глаз только чуть-чуть должно попасть, потому что под глазом в основном это морщинки. Вот. И чтобы он не забивался потом в морщинки, то есть не нужно наносить под самый глаз. Как бы просто чуть ниже растягиваешь и чуть-чуть наверх тоже. Да. Чтобы там тоже скрыть. Ну, мы все равно туда будем наносить и не все, но как бы подготовить тоже века для холст. Все. Теперь наноси светлый. Здесь не надо, да? Нет, здесь светлый. Здесь светлым уже. Да. Наносишь только в ямочку, которая у тебя есть. Морщинки, которые ты видишь. Вот смотри, как хорошо получается. Таня хорошая ученица. Сразу говоря, все. У меня даже движения правильные. Наверное, ты умела, да? Да сейчас прям. Я даже не знала, как этим светлым пользоваться. Теперь нам нужно закрепить это все дело пудрой. Таня купила такую пудру. Тоже хорошая пудра. Лура Мерсье. И есть у нее еще рассыпчатая. Рассыпчатая, кстати, лучше под глаза. Да? Вот она не принесла, да. Будем, значит, делать это. Это тоже translucent powder. Тоже она прозрачная, она не белая. Сразу закрепляем консилер под глазами. Смотрим вверх. Наносим тоже его вбивающими движениями. И тоже пудру лучше всего, то есть если это прессованная и, в принципе, рассыпчатая тоже. Ее не нужно растягивать вот так вот движениями. Ее нужно тоже вбивать. Вот так вот просто вбивается и все. Она просто должна как бы закрепляться. И вообще, как бы на коже лучше работать всегда вбивающими движениями, даже если носите и обычный дневной, ночной крем, сыворотки, чтобы кожа не растягивалась. Потому что кожа очень эластичная и при любом таком движении она растягивается. Зачем нам растягивать? Нам нужно наоборот все поднимать. Купили тоже с Таней были в смешбоксе. Выбрали такой контур kit. Контур set. Здесь, кстати, очень хорошо мы сейчас забыли. Вот эта пудра, она чуть такая бежево-желтоватая. Она тоже очень хорошая для закрепления консилера под глазами. Особенно на темной коже. То есть тоже можно ее использовать вместо той, что мы сейчас использовали. Этой кисточкой, почему она удобна? Потому что ей можно наносить и такими движениями. Можно румяна вот так вот тоже наносить удобно. Можно даже хайлайтер наносить боком. Плюс, можно если тушевать или бронзер, более прямо ее и уже движениями такими. Контур мы наносим, начиная от уха до конца косточки. Мы как бы повторяем естественный контур. Я наношу сюда и движениями туда, как бы к уху и более к щеке я просто наношу его. Видишь, кстати, он есть. Ты говорила, нету. Вот мы чуть-чуть сделали контур. Потом мы подчеркиваем тоже им подбородок. Еще мы контур наносим чуть-чуть, только по линии волос. Вот. Этим мы корректируем высоту подбородка. У кого низкий подбородок, этого не нужно делать. По желанию можно тоже. Ну, это, в принципе, для дневного макияжа. Вот, смотри. Все равно. Я сделала просто маленькую линию. И уже видно. Так. Да. Вот как будто бы она лежит. Нет. Да. Начинаешь. Да. Твой участок это вот. Вот этот. Да. Я с контуром не дружу. В смысле, я не могу делать его. Почему не можешь? Смотри, уже получается. Нет. Смотри. Во-первых, набирать нужно. Таня, смотри. Вот. Вот так вот. Окей. Вот. Чтобы было что-то. И просто плавно водишь. Вложишь как бы ее. Ну, что-то да. Так. И на лбу. Да? И ночь не забудь. Это будешь со мной полоской. Здесь тоже ты делаешь, ты уже смотришь по своей высоте лба, да, чуть-чуть. Это тоже делается очень быстро, буквально минута. Сделать все, контур на все лицо. Зато это красиво. Просто одну линию проводишь и все. Ребром уже кисточки, потому что нам нужна тоненькая линия. Все. Мы сделали контур, теперь мы будем наносить самые красивые румяна. Та-дам! Это мои самые любимые румяна. У них очень хорошая текстура, которой очень легко работать. Это один участок матовый. И второй. Это как будто бы шиммер. Но это не шиммер, а легкий-легкий сатин. И это не хайлайтер. Это для того, чтобы смешивать. То есть, если вы хотите только матовый цвет, используйте только эту часть. То есть, если хотите перемешать румяна, чтобы были такие более сатиновые, смешивайте эти два цвета. Тоже мы набираем румяна так же, как и контур. Такими движениями. Так. Румяна. Куда мы наносим румяна? Румяна мы наносим только на вот это вот яблочко. Сильно улыбаться не надо, потому что будут тогда они сильно опущены. Основной цвет у нас должен быть здесь. Мы нанесли румяна. Теперь мы смешиваем, то есть, добавляем чуть-чуть вот этих вот сатиновых для более подсвечивающего эффекта. И то их добавляют даже не сюда, а только наверху шкуру румяна, где я наносила. Тут? Да. Ну что, хватит. Ты как-то, как-то, ты не спихнула. Надо попасть кисточку чуть-чуть. Нет, ну это не сюда, тоже ты наносишь как бы на румяна. От начала румяна просто на как бы верхнюю только половинку, чтобы не сильно оно было, такое все светилось. Ну вот, да. Есть у Тани еще такой хайлайтер, это Крем Color Base от Мэг. Вот, это как бы жидкий, нет. Кремовый? Это кремовый хайлайтер, да, который наносится как база под сухой. Мы тоже наносим его пальчиками, потому что кремовый продукт разогревается под теплом рук. Буквально чуть-чуть. Тоже вбивающими движениями, так же, как мы наносили консилер. Он как будто бы белый, но он не белый. Он потом вбивается, сливается с кожей. И дает очень красивый такой блеск. Получается у нас три, как бы, три слоя, да. Это идет контур, румяна и хайлайтер. Вот тогда щечка будет красивая, подсвеченная. Уже, в принципе, видишь, она подсвечена. Здесь? Да. И чуть-чуть, да, вот так вот. Как бы ты не выходишь под глаз, ты делаешь только на вот этой верхней косточке. И можно чуть-чуть зайти вот сюда вот. Да. У тебя даже еще нежнее получилось. Так, дальше, брови. Тоже мы купили в Dior. Новая, кстати, коллекция в Dior вышла. Вот эта Backstage, очень хорошая. Мы там мейкап тоже этот купили в Backstage. Нам нужно сразу прочесать брови. И набираем на эту кисточку вот так вот. Сюда-сюда. Набрали на одну сторону, то есть не надо его... Да, чтобы он здесь был. И прочесываем, укладываем им брови. Потом, когда мы смотрим, что есть у нас какие-то вот пробелы, что-то нужно добавить, мы уже заполняем это все тенями. Мы будем работать не темными, а более светлыми, потому что так как у нас и дневной, нам не нужно сильно вызывающие брови. Но если, допустим, на вечер, можно вот этим темным добавить только хвостик. Не нужно как бы всю бровь тоже делать сильно темной. Так, мы набираем. И я всегда начинаю красить с середины. и заполняю хвостик. Делаем движение, как будто бы волоски. вот. И в конце просто вот удлиняем чуть-чуть брови. И в конце эта же кисточка, а там осталось еще этот гель. Просто еще раз их прочесываем и вкладываем. Все. У меня так не получится. Давай, работай. У меня так не получится. Посмотри, какая бровь, а. Угу. Смешалась. Вот. Ну все. Угу. Получилось у нас сделать. Ну что, переходим на глаза. Самая любимая моя часть – это глаза, тени и так далее. Как говорят, глаза – это зеркало души. Значит, у Тани есть праймер, о котором она говорила. Очень хороший праймер Urban Decay, только для возрастной кожи. Наносим чуть-чуть. Я наношу только на серединку и пальчиком, тоже вбивающими движениями, я распределяю на весь глазик. Мы купили тоже такие тени Dior. Таня принесла только одну палетку тени. Что я обычно делаю сразу? Я наношу светлые тени вот сюда, в уголочек глаза, для того, чтобы высветлить взгляд, как бы более свежим сделать. Дальше нам нужно подчеркнуть контур глаза. Ставим кисточку ребром. Вот так вот, ребром. И идем только по складке. Движениями вот такими. Не махать. Буквально вот туда, туда, в основном туда. Все. Ты можешь в это зеркало тоже? Чтобы ближе было. Ребром. И туда. Да. Берем более темный цвет, вот этот. Я его наношу, выделяю просто уголок, вбивающими движениями. Вот. Видишь? Смотри. Я просто растушевываю саму границу. И... Так мне неудобно. Подожди. Вот. И эти границы я просто сглаживаю. Это не сложно. Нет. Что нам осталось? Это мы берем вот этот персиковый, очень красивый цвет. Накладываем его на само яблочко глазико. Можно это делать пальцами. Вбивающими движениями. Мы все тут вбиваем. Пальцами просто более красивый цвет получать. Он более насыщенный. Мы берем тоже вот этот темный цвет. Берем маленькую кисточку, которая говорила, что под глаза. И уже движениями... Не, не надо. Да. Как бы вот так вот вбиваем. Только мелкими-мелкими такими движениями. Мы как бы работаем. В основном цвет у нас здесь. И сюда мы его растушевываем просто этой кисточкой как будто бы. Поняла? Да. Наносишь туда и растушевываешь уже к центру глазика. К центру. Больше переходить не надо как бы. Потом уже будет более выпеклый глаз казаться. Что нам осталось? Тушь. Ну тушь Таня уже знает как нанести, правда? Что-что. Все девочки знают точно как наносить тушь и помаду. У нас блеск тоже Наташи Деноле. Тоже кстати у нее очень хороший блеск. Очень хорошего качества. Они не липкие, не склеивают губы, держатся очень долго. И такое дают очень глянцевый красивый зеркальный эффект. Тебе нравится? Да, конечно. Что ты научилась? Я научилась с бровями немножко работать. Да, что ты не умела. Да, я не умела. Я не знала как наносить правильно консилер. Контур для меня всегда был проблематичный. Я не знала откуда начинать, где заканчивать. И тени. Кисточки. Работа с кисточками. Кисточки. А то я все пальцами да пальцами. Даня у нас все тени. Даже матовая наносила пальцами. Да. Да. В принципе можно пальцами накраситься, конечно. Это не проблема. Но эффект другой. Выглядит по-другому. Эффект другой. Будем делать стрелку тенями. Покажем как тенями. Да? Угу. Возьмем скошенную кисточку. Можно еще сделать такой вариант. Кисточку намочить. Для того, чтобы тени вообще не сыпали. Вытягиваем кончик. Хвостик. Вот так вот. Ну все. Ты так рисуешь? Нет, по-другому. Просто у меня точно так же не получится сейчас. Почему? Мы сейчас здесь с тобой застряем на 2 часа. Да. Так что мне рисовать? Я думаю, да. Вот сейчас я все испорчу. Так. Таня. Да. Ты же у нас спец по стрелкам. Не всегда. Так. Ладно. Сразу взгляд поменялся, да? Ну конечно. Да. Ну все. Пришлось мне докрасить Таней вторую стрелку. Таня еще будет тренироваться, да? Она посмотрела как это делается. Потому что на самом деле это не так просто, как тени нанести. Но все равно у нас тоже получился не такой вызывающий макияж. Он тоже как бы в степени легкого, но более выразительный. Глаза более выразительные. Да. Мне даже так больше нравится. Красиво вообще. Вообще. Да. Ладно. Ладно. Спасибо большое Тане за урок. Была рада показать, рассказать, научить. Если у кого-то есть, возникло желание тоже поучиться у Тани, можете к ней обращаться. Да. В инфобоксе я ставлю все ее координаты, как всегда. И это мы делали как бы вообще такой басис-басис, как бы все это. Но есть еще тоже разные вариации. Есть вечерние макияжи, есть более как классическая стрелка. Не знаю. То есть вообще очень разные коррекции и так далее. Это мы сделали такой минимум-минимум, который в принципе нужен только Тане. То есть каждому нужно что-то свое. То есть мы учили сейчас вообще минимум из того, что есть. Мы не пользовались вообще моей косметикой. Еще раз спасибо. Все. Всем спасибо за внимание, за просмотры, за комментарии. И встретимся в следующем видео. Да.